Одну параллель, которая у нас есть, и мы не провели, сейчас стоит ее, наверное, провести, относительно путешествия Авраама в Египет. Был голод в стране той, да? И Авраам отправился куда? Это 12 глава Бытия, 10 стих. Теперь попробуем открыть 47 главу, 13 стих. 47. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, изнурены были от голода земля египетская и земля хананская. Иосиф взял все серебро, какое было в земле египетской и в земле хананской, за хлеб, который покупал, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. Итак, были определенные обстоятельства голода, из-за чего евреи тогда переселились куда? В Египет. Эти обстоятельства были обстоятельствами голода. Временный характер переселения. То есть они переселились туда не навсегда. Опасность, угрожавшая мужчинам от египтян, заинтересованных в сохранении себя. Только женщины, да? Мужчин что делали в Египте? Убивали. Рожденных мальчиков, помните, да? И здесь Авраам, когда переселялся, он тоже боялся за что? За свою жизнь. Потом у нас поражение египтян Господом. Поразил он за жену. А там поразил не только дом фараона, но и, в общем-то, там все попали под раздачу. Ущерб, нанесенный египтянам. Авраам выходил чего? С дырами, с золотом. Все хорошо было. И потом евреи выходили тоже. Написано, обобрали весь Египет. Ну и было избавление у Авраама и происходя. И тогда Авраам пошел в сторону Негива, и евреи из Египта вышли в ту же сторону. Понятно, да? Есть такие параллели. Можно сказать, что путешествие Авраама оказалось пророческим. Итак, мы приходим к месту, когда Авраам расстается с золотом. И Бог начинает говорить с ним. Селится он в хорошем месте, судя по тому, что потом он это место еще и прикупил. Помним, да? Дальше нас будут интересовать события 15 главы. События 15 главы. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказал, не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика. Надо понимать, что Авраам к тому времени уже был достаточно обеспеченным человеком. Да? Это были события, когда в его доме уже было определенное количество рабов. Помню, да? 318 человек гуляло с ним. Когда его племянника решили обидеть. Это большое? Отроков, рабов, которые жили в доме его. Это приличная такая семья была, и рабы были, и скот было, и золото было, и серебро было. В общем-то, все, жизнь удавалась. И Бог обращается к нему и говорит, слушай, Авраам, награда твоя весьма велика. Велика. Я щит твой. Награда твоя весьма велика. Авраам сказал, уважай-ка, Господи, что ты мне дашь? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме мой. Этот Елезер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. Слушайте, что интересует этого человека? Его наследие. Ему не интересует, что у него есть. Многие люди сегодня сосредотачиваются и говорят, Авраам был богатым. Нам принадлежит наследие Авраама. Мы должны быть богатыми, обеспечены. Авраам говорит, что ты мне дашь? Зачем мне все это? Вот домочадец мой будет моим наследником. И смысл всего. О чем Авраам думает? О богатстве или о потомстве? Его мировоззрение смотрит вперед. И он говорит, послушай, меня интересуют мои потомки. Мне интересно, чтобы от меня произошло потомство, которому все это можно отдать. По большому счету, жизнь кочевника, она достаточно скромна. Это понятно, да? И кочевнику, конечно, много радости от того, сколько золота он имеет. Ну, скажите мне, есть у вас сто овец, да? А ваша жизнь сильно изменится, если у вас не сто их, а пятьсот? А если не пятьсот, а тысяча у вас, то ваша жизнь как меняется? Вы что, кушаете в пять раз больше теперь? Нет. То есть их стало больше. Но вам нужны больше людей, которые будут обслуживать все это дело. Но сами вы больше можете съесть? Нет. Но вы это все продаете, производите, у вас появляется золото, бриллианты. Вы что, кушаете? Нет. Как это влияет на качество вашей жизни? Понимаете, о чем мы говорим? На сегодняшний день мы говорим, мы претендуем, мы хотим быть богатыми. Авраам же был богатый. И мы читаем, у него было множество скота, у него было золото, серебро. Значит, это все должно быть. Я же наследник. Поверяю. И у меня должно быть что? Я иногда спрошу, скажите мне, пожалуйста, вы живете в хорошем городе, да? Нравится вам этот город? Одесса хорошего? Нет. Некоторые говорят, нет. А в каком городе хотите жить? Там. Еще рано. Это понятно, что мы все стремимся туда. Но пока вам нравится этот город? Нет. Другой есть на земле, который вам нравится? Какой? Тайной не скажу. Хорошо, не будем вас мучать. Все туда поедут, все испортим. Хорошо там, где нас нету. А где нас только нету. Вот найти это место, где нас нету. Поэтому не говорите. Может, вы знаете места, где нас нету. Итак, в принципе, нормальный город для жизни. Нормальный? Нормальный. А если вам... И вы какие-то деньги там зарабатываете, за что-то живете, да? А если вам скажут, слушайте, в палатке, в пустыне, ну, будем платить в 10 раз больше. Поедете? Ну, с условием, что вы обратно же не возвращаетесь. У нас умные люди. Они поедут, поживут и вернутся. Нет. Это билет в один конец. Да. Это билет в один конец. Собрались, ушли и не возвращаемся. А зачем деньги в пустыне? Зачем птицам деньги? Понимаете, о чем я говорю? Мы обращаем внимание на материальную сторону жизни Авраама. У него было много этого, у него было много этого. Он был богатым. Ну и что? А в пустыне что ему с этого богатства? Ну, шатер у него, наверное, был какой-то хороший. Я не знаю. С кондиционером или что? Повозка хорошая. Послушайте, это скромная жизнь. Это достаточно скромная жизнь. Да, он обеспеченный человек. Да, у него были люди, которые на него трудились. Но послушайте, от этого он не стал жить в каких-то супер условиях. Он жил кочевником. Он передвигал свой шатер с места на место. Он переходил, он кочевал, он странствовал. Эта жизнь была странник. И это не была роскошь. Понятно, о чем мы говорим? Готовы ли мы сегодня сменить наши условия стабильной, хорошей, нормальной жизни на условия кочевника, но богатого? Многие из вас захотят? Думаю, что нет. И поэтому мы сосредотачиваемся на части богатства. А Авраам говорит, слушай, да что мне со всего этого нет? Бог говорит, награда твоя весьма велика. Он говорит, да зачем она мне? У меня другие вопросы, у меня другие проблемы. У меня нет наследника, кому я передам то, что я имею. Ты мне обещал, что я произведу от тебя великий народ. Меня интересует мое потомство, мое наследие. А что мне с того, что ты дашь мне еще? У меня есть. Меня интересует не то, что у меня есть. Меня интересует мое потомство. И этот взгляд направлен не на себя, а на потомков. Этот взгляд направлен не мне, мое, для меня. Этот взгляд не эгоцентричный. Он направлен на потомство. И Авраама интересовала потомство, а не богатство. Разницу улавливаете? Мы зачастую смотрим, что мы имеем, чего мы не имеем, что нам не хватает для полного счастья. А он смотрел, имея все на то, что его ожидает в его потомках. Другая перспектива, другой взгляд, другие ценности. И когда Бог обращается к нему, он говорит, что мне со всего этого? А распорядитель? В доме моем, этот Елизарь из Дамаска, наследник мой. И было слово Господа к нему. И сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет исчезти от твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сочетай звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И здесь мы видим, еще раз Бог говорит о количестве его потомков. Как и в прошлый раз. Только тогда он сравнивал их с чем? С песком, а здесь он сравнивает их со звездами. И говорит, вот столько у тебя будет потомков. И Авраам что сделал? Поверил. О, как это прекрасно. Он просто поверил. Говорит, верю. Муж веры. Да? И мы знаем о том, что, в общем-то, Авраам, он отец всех нас, которые поверили. Отлично. Это прекрасно. Меня это восхищает. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. И сказал, он сказал, владыка, Господи, почему мне знать, что я буду владеть ею? Что Авраам говорит? Что Авраам говорит? Говорит, слушай, вот про потомков, вот смотрю на небо, звезды, все, верю. Земля? Что-то я сомневаюсь. Так верю или не верю? Слушайте, мы же только что говорили, что он же кремень. Это же вера, которая вообще, которой можно позавидовать. Сомнение? Слушай, смотрю на небо и верю. И сказал Захарий ангелу, почему я знаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ, я говорил, предстоящий перед Богом, и после он говорит с тобой, и благовестует тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. За то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. То есть, понятно, да? Ангел приходит к отцу, и она крестительная говорит. Говорит, откуда я знаю, что это так? Говорит, так, понял, не поверил. Когда Авраам выходит посмотреть на звезды, он говорит, все, верю. Земля? Меня терзают смутные сомнения. Откуда я знаю, что это? Какие-то, знаете, вещи невероятные. У него нету сына. Он говорит, слушай, Боже, что ты мне дашь? Говорит, я дам тебе потомство. И оно будет столь многочисленное, как звезды на небе. Говорит, верю. Ну, легко ли в это поверить? Мне кажется, что сложновато. Не имея ни одного, именно посмотреть наверх и сказать, а, вот столько? Да верю, конечно. Ну, легко. А земля, вот она, ну вот, ну что, проблема. Вот ты же на ней стоишь. Это же земля. Ну, что тут? Говорит, вот это будет твоим. И причем он же раньше говорил о том, что это будет его. Он говорит, слушай, вот посмотри туда. Сначала он приходит и говорит, вот земля, на которой ты стоишь, вот эта земля будет твоей. Он говорит, ну, годится. Взял, построил там жертвенник. Ну, как бы нормально, да? Потом они расстаются. Он говорит, посмотри на север, посмотри на юг, на запад, на восток. Говорит, вот это все, что видишь, будет тьё. Твоё. Ну, тоже как-то нормально. Пошел, пришел в другое место, поставил жертвенник. Ну, как бы все нормально. И про потомство было, вроде, сказано до того, как, что будет, как песок. Что песок, что звезды, я не знаю, по-моему, одинаково посчитать трудновато будет, затруднительно, да? Ну, тогда, как бы, Авраам относился спокойно к этим заявлениям Творца. Он сказал, ну, хорошо, сказал и сказал. Но теперь мы видим, что он выводит его, смотрит, говорит, верю. Говорит, откуда знаю? Ну, какая-то разница. Но что Бог говорит в ответ на то, что Авраам, в общем-то, не сильно верит? Что Бог говорит? Интересная мысль. И сказал Господь, Воды-ка, Господи, почему мне знать, что я буду владеть? И Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телецу, трехлетнюю козу, трехлетнего окна, горлицу и молодого голубя. И взял всех их, рассек пополам и положил одну часть против другой, только птицы не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, и Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцы в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, и после этого они выйдут с большим имуществом, и ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погреблен в старости добра. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера бы законе мавереев доселе еще не наполнится. Когда зашло солнце, наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными жертвами животных. В этот день заключил Господь завет мой, сказал, потом статую и дам землю. Итак, смотрите, что происходит? Он говорит, слушай, откуда я знаю, что это будет так? Он говорит, так, отлично. Для того, чтобы ты был уверен, заключаем завет. Он заключает завет, чтобы Авраам был что? Уверен. Он говорит, я не шучу. У меня с тобой нормальные, серьезные взаимоотношения. Я сказал, и я сделаю. Я готов заключить с тобой завет, чтобы ты был спокоен, что я что сделал? Исполню то, что я тебе сказал. Итак, что происходит? Бог приходит и говорит. Потомство. Авраам легко и непринужденно в это верит. Дальше он говорит. Он говорит, ладно, не веришь, тогда завет. Что он обещает? Потомство и землю. А еще что-то обещает? А на что мы там претендовали? А на что мы там претендовали? Нашу? А ему? Не, подождите секундочку. Вот. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомство твоему даю я землю сию от реки. И дальше идет. Что в завете еще было? Уточняет, точно. Очертил границы земли. Очертил границы. Вот завет. Ну, потомство, земля и завет. Все. 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 А мы, если мы, ну вот, не его потомство, а только по вере, чего нам? Немного, да? Ну, как? Ну, вот так. Вон номер. Суть завета. Денег не обещал. Проблема. На что же мы тогда претендуем? Израиль. Я понял. Небесная земля. То есть, Кенев, Кенезеев, Хитеев, Ферезеев. Они на небе жили? Это небожители все? Амари? Они небожители были? Не, на земле жили. Ребята. Потом у них отбирали все это дело. В чем смысл? В том, что на многое претендовать не удается. Я тоже. Тут ожидали, ну, что будет все нормально как-то. Жизнь удастся. Бог приходит и говорит, на самом деле невероятные вещи. Он говорит ему о его будущем. Он говорит ему о его будущем. Это уже невероятно. Люди тратят массу сил, времени и денег для того, чтобы посмотреть в будущее. Гадалки, экстрасенсы, медиумы, на этом до сегодняшнего дня зарабатывают деньги. Говорят, неплохие. Понятно, да? Людей интересует, как это ни странно, их будущее. И всякие жулики на этом интересе зарабатывают деньги. Людей интересует, что с ними произойдет для того, чтобы подготовиться, если ожидают неприятности. Мы же ничего от будущего хорошего не ждем. Почему? Потому что мы верующие. Поэтому почему? Мы ждем. А потому что, если не верующие, то ничего хорошего не ждут. Знаете, собирают деньги на какой день? Ну, если они для него собирают, он за ними и приходит. Они же собрали для него, он за ними и пришел. Вы собирали, так я пришел. Давайте. И потом все эти деньги как раз у них и забирают. Опять собирают на черный день, он опять за ними и приходит. Ну, жизнь как зебра, знаете. Белая полоса, черная полоса. Знаете, да? Один мужик другого встречает, грустный идет. Говорит, что такое? Говорит, да такие неприятности. Да ты не переживай. Жизнь, она, говорит, как зебра. То черная полоса, то белая. Встречается через некоторое время, он еще такой грустный, грустный. Говорит, что случилось? Говорит, то была белая полоса. Ну, жизнь, наверное, такая разная бывает. Знаете, когда один мужик приходит к крови, он говорит, все не удается. Говорит, все, труба. Говорит, не знаю, что делать. На работе, дома, в семье. Говорит, все, просто безло. Говорит, послушай, собери деньги и пойди закажи табличку. И напиши на ней, так будет не всегда. И повесь ее при дверях, при выходе. Когда будешь выходить из дому, ты читай. Через некоторое время он выходит и говорит, спасибо тебе, Рэба. Ты такой умный. Говорит, все наладилось. Дома, в семье, с бизнесом. Все отлично. Говорит, я рад за тебя. Табличку не спеши снимать. Понятно, да? Мы, в общем-то, хотим знать будущее. Вы хотите знать будущее? Не все, по-моему. Я еще раз спрошу. Вы хотите знать будущее? Да. Да. Мы хотим. Именно поэтому мы ищем пророков, пророчества. Да, да, да. Чтобы нам хорошего про нас сказали. Про наше будущее. Его говори. Это нормально. И обращаясь к Аврааму, он ему говорит, послушай, я тебя открою. Знай. Хочешь знать? Знай. Потомки твои будут пришельцами в земле не своей. И поработят их. И будут угнетать их 400 лет. Вот это сказал. Спасибо. Приятно, да? Ну, Бог открывает будущее. Он говорит. Ну, слушай. Будут проблемы. Не все будет хорошо. Ну, я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. Хорошо. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в доброй старости. В четвертом роде возвратятся они сюда. Ибо мера беззакония Мореев до сели не наполнилась. То есть, он открывает ему будущее. И это чудо. Это чудо. Вы помните о знамениях, которых Бог давал Маше? Какое знамение Бог давал Маше? Специально для Моисея? Посох и рука. Отлично. Это знамение для него было? Я понял. Я понял. Я хорошо понял. Я хорошо понял. Услышал. Не переживайте. Все. Я все хорошо понял. Итак, посох и? Что еще? Рука. Не надо, не надо, не надо. Сейчас мы не об этом. Я понял. Итак, посох и рука. Это знамения посоха и рука были для Моисея? А я спросил, знамение для Моисея. Горящий куст. Да, пожалуйста. Микрофон. Может, его брат Аарон бы сказал, что он сейчас выйдет на встречу, как бы такое знамение, и будет как бы твоим пророком? Нет. Итак, третья глава. Книги Исход. Двенадцатый, да? Я буду, и сказал Бог, я буду с тобой, вот тебе знамение. Кому знамение? Тебе. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И он говорит, и сказал Моисею Богу, вот я приду к сынам Израильным и скажу им, Бог отцов наших послал меня к вам, а они скажут мне, как ими, что сказать мне? Бог сказал, я ездил сущий. И сказал, так скажи сынам Израильным, сущий послал. И сказал еще Бог Моисея, так скажи сынам Израилю, Господь отцов ваших Бог. Понятно, да? И когда они не поверят тебе, то он дал им знамение, чтобы они поверили. А Моисею какое знамение он давал? Он открыл ему будущее. Конечно, послание такого рода меня бы не сильно вдохновило и впечатлило. Говорит, ты пойди и все сделай, а потом узнаешь, что это я. Нормально, да? Ну, пойди и все сделай. И когда все закончится, когда все закончится, ты узнаешь, что это был я. Хорошее знамение? Очень, да? Особенно, когда закончится. Мы хотим быть уверенными, когда еще не началось. А он говорит, когда все закончится, то ты будешь знать, что это я послал тебя. И Бог, когда говорит нам будущее, Он говорит, я наперед сказал вам, чтобы когда это произойдет, вы знали, что это я. Мы узнаем о том, что это пророчество от Бога, когда оно что? Исполнится. Не тогда, когда нам приятно Его слушать. И когда мы цепляемся за Него, и говорим, мы верой приняли, все, Бог, тебе некуда деваться, это от тебя. А Бог говорит, слушай, когда это исполнится, тогда ты будешь знать, что это от меня. И когда Бог обращается к Аврааму, Он говорит, я тебе открою будущее. Это величайшее чудо. Потому что кроме Бога, никто, еще раз, никто не знает будущее. Дьявол будущего не знает. Дьявол будущего не знает. Еще раз напряжение. Снимаем напряжение. Повторяю. Дьявол будущего не знает. Он может угадывать будущее. Вы можете верить в то, что он предсказывает, и по вере вашей будет вам. Если вы верите, что черный день придет, он придет таки. Понятно, да? И мы видим о том, что многие люди верят в эти предсказания, и они что? Во что они верят, то к нему приходят. Чего они ожидают, то их и постигают. С кем они сотрудничают, те им гадости и делают. Понятно, да? Но Бог, только Он знает будущее, потому что у Него всегда настоящее. Он не живет во времени. Для Него наше будущее всегда настоящее. Всегда сейчас. Он живет вне времени. Поэтому Он легко говорит наше будущее, потому что у Него это уже прошлое. Он всегда, Он не живет во времени. И поэтому то, что Он говорит, всегда исполняется. Понятно, нет? Дьявол, тварное создание, Он сотворен и живет во времени. Поэтому Он имеет богатый опыт. Он много знает. Этим все понятно. Долго живет. И может теоретически предсказывать будущее. Может даже угадывать очень точно. Прогнозировать и угадывать очень точно. Но Он его не знает. Он его просто не знает. понятно, да? Но Бог точно знает будущее и открывает его нам. Для чего? Говорит, не бойтесь. Когда Бог приходит, Он первое, что говорит, не бойтесь. не бойтесь. Он не хочет, чтобы мы боялись и страшились будущего. И Он его нам открывает. Приходя, Он дает нам будущность и надежду. И Он говорит, намерения мои какие? Во благо, а не во слово. Не переживайте. я думаю о вас хорошо. Я думаю о вас таки хорошо. И мои намерения у вас во благо. Я не хочу вам зло, вам не нужно бояться меня. Понятно? Когда приходит страх, он откуда? Страх перед неизвестностью, страх перед будущим, ожидание неприятностей. Это все не от Бога. И вы знаете, что человека всегда, всегда, как это ни странно, пугает неизвестность, пугает будущее. Если мои дети, к примеру, не пришли к назначенному времени домой, я думаю, что все хорошо. Я начинаю думать, а, что-то случилось. И я думаю, наверное, случилось что-то хорошее. Наверное, у них так отлично все там, все хорошо. Или я начинаю переживать. Переживаю. Я переживаю. Но Бог, Он приходит и говорит, слушай, все закончится хорошо, расслабься. Доверься мне. И я наперед тебе верю. Я даю тебе будущность и надежду. Все закончится хорошо. Потому что ты со мной. Аминь. на этой бодрой ноте прервемся на перерыв. Субтитры